Здравствуйте, друзья! Меня зовут Надежда Елькина. Добро пожаловать на канал 1-2-3 Клей. В сегодняшнем видео я открываю небольшую серию мастер-классов, посвященных созданию складок на полимерной глине. В этом видео уроке я поделюсь с вами необычной техникой, применяя которую можно получить вот такую интересную мятую поверхность с крупными складками. Для изготовления мятой вазы понадобится полимерная глина белого цвета, гель для глины, ролик и паста-машина, лезвие и макетный нож, две широкие большие кисти, мягкая и жесткая, обычная белая акриловая краска, грубая шлифовальная бумага, скульптурный гипс, ложка или шпатель, мягкая объемная ткань, например, флис или небольшое мягкое полотенце. Подойдет также трикотажное или шерстяное вязаное полотно, калька или тонкая рисовая бумага, лист картона, обычная офисная бумага, перчатки и влажные салфетки. Отрезок ткани сворачиваю в рыхлый рулон. Между слоями ткани обязательно должно остаться небольшое пространство. Рулон оборачиваю калькой и пока откладываю в сторону. Разминаю полимерную глину небольшими порциями. Для создания мятой текстуры понадобится очень мягкая глина, поэтому при необходимости подмешиваю в пластик небольшое количество геля. После этого соединяю размятые и размягченные куски вместе и тщательно смешиваю глину. Раскатываю на пастомашине широкий пласт толщиной около 2 мм. Прокатываю глину несколько раз до тех пор, пока не исчезнут все пузырьки воздуха. Перед работой с белой глиной необходимо тщательно очистить пастомашину и все инструменты. Полученный пласт выкладываю на рабочую поверхность и слегка растягиваю по ширине. Чем шире пласт, тем более высокой получится ваза. Срезаю неровные края пласта. Оборачиваю глиной рулон из ткани и срезаю излишки пласта по краю так, чтобы глина легла внахлёст примерно на полсантиметра. Затем поверх глины накладываю лист офисной бумаги. И вот таким образом сминаю, сжимаю получившийся рулет. Чем мягче и пышнее ткань, тем более рельефными и выразительными получаются складки. Верхний слой бумаги придает глине мятую текстуру и формирует на ней складки при сжатии. Сжимаю рулон по всей длине, время от времени поворачивая его. После получения желаемой степени мятости аккуратно отделяю верхний лист бумаги от глины. Вот что у меня получилось. Осторожно вытягиваю рулон ткани, придерживая при этом слой кальки. Лист картона или плотной бумаги сворачиваю в тугую трубку и помещаю внутрь на место ткани. Картонная трубка при этом разворачивается и тем самым сохраняет цилиндрическую форму будущей вазы. Кальку с обеих сторон заворачиваю внутрь картонной трубки. Теперь ваза готова к запеканию. Ставлю ее вертикально и отправляю в печь на 15 минут. После того, как глина полностью остыла, разбираю бумажную основу. Вынимаю картонную трубку и отделяю от глины кальку. Бумага отделяется от пластика легко и без остатка. Для того, чтобы сделать дно вазы, раскатываю на листе бумаги оставшуюся глину в пласт толщиной примерно 5 мм. Край мятой трубки смазываю гелем и вдавливаю в пласт. Излишки глины по краям срезаю по форме вазы макетным ножом. Стык можно загладить моделирующим инструментом. После чего повторно запекаю вазу в течение 30 минут. Дно запеченной вазы обрабатываю шлифовальной бумагой. Убираю острый край. Для того, чтобы придать вазе дополнительную прочность и сделать ее пригодной для наливания воды, я решила сделать основу из скульптурного гипса. Соединяю гипсовый порошок с водой в нужной пропорции и тщательно перемешиваю до получения однородной консистенции. Смешивать гипс лучше в емкости с гладкой поверхностью. Жесткой длинной кистью наношу раствор на внутреннюю поверхность вазы. Делать это нужно достаточно быстро, поскольку время застывания гипса составляет примерно 10 минут. Если раствора не хватило, то можно развести вторую порцию и нанести гипс поверх первого слоя. С помощью гипса как бы выравниваю внутреннюю поверхность, так, чтобы она стала более гладкой. Теперь нужно дать гипсовой основе полностью подсохнуть в течение 48 часов. При полном высыхании гипс белеет, а изделие становится более легким. После высыхания выравниваю верхний край вазы грубой шлифовальной бумагой. Смешиваю акриловую краску с небольшим количеством воды. И покрываю этой смесью внутреннюю поверхность вазы в три слоя. Использую мягкую и широкую кисть. Краска не даст гипсу разрушаться под воздействием воды. Вот такая необычная и эффектная ваза получилась. Изделие довольно практичное, несмотря на то, что выполнено оно из белой глины. При желании внешнюю поверхность можно покрыть лаком. В эти вазы можно наливать воду, то есть использовать их по прямому назначению. А также они могут служить украшением интерьера. Такая текстура с крупными складками, напоминающими мятую бумагу, подойдет для оформления различных видов изделий. Мне очень понравилось работать в этой технике, а весь процесс больше похож на увлекательную игру. Всю информацию об использованных в работе материалах и инструментах читайте в описании под видео. Задавайте вопросы в комментариях. А в следующем мастер-классе я покажу вам, как сделать мельчайшие складки на полимерной глине без помощи текстурных листов и штампов. Желаю вам творческих успехов, друзья! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok